Тем, кто строил детский сад, благодарности слова, чтобы строились и дальше позаботится глава. Ученики школы номер 14, что находится по соседству с обновленной жемчужинкой, радуются открытию детского сада номер 33 на 110 мест ничуть не меньше малышей. Директор школы Игорь Харланов видит в таком союзе добрый знак. Полевской молодеет, в нем все больше рождаются детворы, а значит, проблему новых детских садов нужно решать и бизнесу, и власти совместно. Очень рад, я просто помню, что здесь было раньше, какое состояние было здание, и просто территорию не узнать вообще прилегающую. Для меня это, как директор, много значит. Плюс у нас появляется свой подчеркный детский садик, мы очень рады его открыть. Реконструкция и возврат этого здания в его прежний статус детского сада номер 3 «Жемчужинка» стал возможен благодаря областной целевой программе развития сети дошкольных учреждений. Полевской выделил деньги на условиях софинансирования для проведения всех видов работ. Правительство Свердловской области, по словам главы города Дмитрия Филиппова, выделило средства на приобретение оборудования. Благотворительную помощь в проектно-сметной документации на полтора миллиона рублей оказал Северский трубный завод, за что огромное спасибо управляющему директору Михаилу Сеевичу Зуеву. И самое главное то, что Северский трубный завод и дальше продолжает оказывать эту помощь, и сегодня уже еще на один детский садик в северной части города готовится проектно-сметная документация. Ну, действительно, такое знаменательное событие. Я всех поздравляю, особенно маленьких, особенно мамочек наших, которые вот 110 мест здесь появятся и которые смогут своих ребят отдать надежные руки, а самим в это время заниматься своей работой, своими какими-то делами. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев подтвердил, что социально ответственное городообразующее предприятие будет помогать на всех этапах реконструкции старых и строительстве новых детских садов в Полевском. Мы решили, что нам надо оказать содействие в строительстве еще одного детского сада и срочно заключили договор на проектирование реконструкции еще одного детского сада в следующем году. Я понимаю, что та программа, которая разработана в целом Российской Федерации, в нашей области и в городе Полевском она требует участия в бизнесе, и поскольку наш бизнес является социально ответственным, мы с удовольствием принимаем участие в решении этих проблем. Это только часть той большой работы, которая связана с модернизацией дополнительного образования, считает председатель городской думы Александр Ковалев. Очень важно было бы сказать еще и о второй части проекта. Это заработная плата и нормальные условия работы воспитателей. Я думаю, это второй этап, который надо реализовывать и партии, и местным, и государственной власти. В каждом помещении тщательно и с любовью продуман интерьер. Радостные и теплые тона создают особую атмосферу комфорта и уюта. Здесь все радует сердце, особенно родители, для которых ожидание мест в детский сад становится наиважнейшей проблемой. Бабушка маленького Максима Нина Герк считает, что в Полевском наконец-то чувствуются хорошие перемены и важны для полевчан любого возраста. Наконец-то открылся садик, мы так этого ждали. Очень рады за то, что и за других детей, и за других родителей, что у них тоже пойдут в садик. И благодарны нашему главе, что он все-таки начал движение по поводу садов. Больше и больше стало их. На подходе открытие еще одного детского сада после реконструкции, теперь уже в Южной части. Работы ведет, как и на жемчужинке, компания «Уралпромстрой-21». Мы, конечно, рады вместе со всеми, что такая программа принята и правительством области, и правительством России. И самое главное, горды, и то, что мы в этой программе поучаствовали, и именно приложили свой труд, умение для такого социально значимого объекта. Эльмира Самохина, Александр Полищук. Новости нашего города.